Привет, друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. И хотел бы провести такой краткий анализ того, что произошло с визами 190 и 491. Это спонсорские визы, 190 это спонсорство штата, 491 это спонсорство региона. И списки практически одинаковые. За малыми какими-то исключениями, это одни и те же профессии. И первое, что бы хотелось отметить, ребята, у вас нет вообще никаких шансов на профессиональную миграцию, ну может быть какие-то доли процента, если вы не находитесь в Австралии. Это практически невозможно. Второе, в этом списке мы видим профессии различные инженеры, включая младший технический, скажем так, средний технический персонал, инженеров много, но еще инженерные менеджеры. Ну, в принципе, все инженерное. Медсестры, причем очень многие разные медсестры. И достаточно большая доля айтишников, хотя и не все, но практически большинство из тех, кто вообще по опыту подается. Это говорит о том, что, скажем так, будет шифт в сторону 186-й визы 858-й, то есть когда вас, как хорошего специалиста, спонсирует организация, это возможно, но опять-таки это возможно только в том случае, если вы находитесь на территории Австралии. Гаечки затягиваются. Ну, да, гаечки затягиваются. Ну, хорошо, хоть не петля на шее, наоборотно говоря, но так оно и есть. Ожидание того, что в других штатах будет лучше, может быть, где-то будет лучше. Но проблема в том, чтобы добраться до этих штатов, надо отмучиться, обучаясь там. Это будет очень дорого, будут проблемы с работой, потому что фактически, частично, в малой степени, Брисбен, в основном Сидней и Мельбурн, это города, где вы можете хорошо, удачливо жить, зарабатывать и думать о будущем в регионах. Это крайне сложно, если мы не говорим о региональных частях, отчасти Брисбен, в основном, Мельбурн и, конечно, Сиднея. На что нам надо ориентироваться? Первое, нам надо ориентироваться на въезд в страну, надо въезжать в страну и въезжать практически сейчас у нас осталось, надеюсь, осталась возможность приезжать по студенческим визам. Фактически это 500-я виза и дай бог, чтобы границы открыли. А на это, скажем так, не стопроцентная надежда, но мы делаем все, чтобы при любом стечении обстоятельств вы ничего не потеряли и те ребята, которые уже подались как студенты или подаются, они знают, что я имею в виду. Если нет, обращайтесь, я вам объясню, как подстраховать себя от того, что вдруг не откроют границы, и вдруг мало ли что произойдет, чтобы вы себя подстраховали. На кого учиться? Ребята, может быть, учиться на эти профессии, но делать это в России и зарабатывать опыт, потому что заработав опыт и подтвердив эти квалификации инженера и инженера и айтишника подтвердить достаточно несложно. Что касается медсестры, это будет очень большая проблема. Но, по крайней мере, вы можете сюда приехать и доучиться, но, опять-таки, это дорого. Поэтому еще я бы рекомендовал вам, хотя я сам этим не занимаюсь, но я бы рекомендовал вам какие-то альтернативные методы оставания в Австралии. Альтернативы профессиональной иммиграции. Мы видим подсказку со стороны Департамента иммиграции. Это достаточно такая недвусмысленная подсказка. Это партнерские визы, это для кого-то, и такие случаи я видел, родительские визы. Опять-таки, профессиональная иммиграция, если вы здесь находитесь, то хорошей альтернативой является спонсорство организации. И организация сейчас идет на спонсорство гораздо легче, чем это было до этого, потому что другого выхода, в принципе, нет. Тем ребятам, которые находятся здесь, скажу, что, конечно, вам здорово повезло, вы находитесь здесь, и, соответственно, ну, по большому счету, вы не желаете беды, скажем так, мне, чтобы я разорился и прекратил свое существование, как образовательный агент. Вы не желаете горя тем ребятам, которые не успели въехать, и вот сейчас они в таком состоянии, непонятно, когда они приедут, если приедут вообще. Но, объективно, вот этот срок задержки работает на вас, и чем дольше не приедут сюда студенты, чем дольше будет открыта граница, закрыта граница, не открыта, то есть граница, тем больше у вас шансов остаться в стороне, задержаться. Все меры, которые делает государство, они направлены на поддержку учебных заведений и агентов, и, соответственно, свои доходы. Они хотят, чтобы вы дольше и дольше учились, и вам, здесь находящимся, перекрывая кислород, все-таки оставляют еще возможность продолжать свое обучение. И говорят, ну, если вы там еще поучитесь, еще поучитесь, у вас будет больше шансов, вы заработаете больше опыт. Но, ребята, будучи образовательным агентом, конечно, я не против этого материально, но духовно мне бы хотелось, конечно, чтобы все те ребята, которые приехали сюда, получили вид на жительство как можно быстрее, поэтому партнерская виза, поэтому спонсорские визы, поэтому региональная эмиграция, региональное спонсорство, все это будем рассматривать. Я думаю, региональная эмиграция даже не технические региональные эмиграции, то есть региональная эмиграция де-факто. Мы можем находить работодателей, мы находим их, которые находятся в регионе, но это будет обычная 186 виза, и она является, в принципе, самой желанной, самой лучшей для вас, потому что она убедительно доказывает вам и всем другим, что вы являетесь классным профессионалом, но опять-таки никаких шансов нет у тех ребят, которые сейчас находятся за рубежом. Поэтому что делать тем, кто за рубежом, понятно, надо брать студенческую визу, если туристические будут давать, то туристическую, потом студенческую, ну, надо смотреть, какой путь лучше, въезжать и дальше уже осматриваться. Это, опять-таки, те люди, те эмиграционные агенты, которые говорят, что это неправильный путь, они это говорят просто из-за того, что, первое, вы, если последуете их советам, вы подадитесь и ничего не получите взамен, они доработают деньги. Если вы приедете сюда, скорее всего, вы с ними не подадитесь, потому что вы увидите, что это все намного легче, и вам эти агенты зачастую не нужны, кроме тех, которые в действительности порядочно нормальные люди, а среди русскоязычных агентов, боюсь, это отнюдь не большинство. Вот те ребята, которые здесь находятся, тоже объяснил, что ориентировка на 186-ю визу и, в принципе, 491-я тоже себя не исчерпала, надо смотреть. Я знаю некоторые возможности для эмиграции, но, опять-таки, это только для тех людей, которые здесь отучились, и желательно, чтобы у них все-таки была 485-я виза после этого. Если вы не чураетесь работы, вы ее получите, и у вас будет хорошая занятость. Опять-таки, ну и эмиграция тоже, это уже практически взаимосвязано. Вот, в принципе, дорогие друзья, и все то, что я хотел вам сказать. Не отчаивайтесь, не забывайте, что визы-то будут, и все вот эти вот профессии, списки и так далее, они будут каждые три месяца меняться. Поэтому те люди, которые едут сюда подаваться через несколько лет, будут они абсолютно в других условиях, абсолютно в другой стране, потому что вам еще практически год до того, как вы сюда, в Австралию, приехали, приедете. Потом вам надо будет отучиться кому-то крайне редко год, кому-то два-три. Потом еще 485-я виза, полтора-восточного, два года. Это пройдет вечность до того момента. Может быть легче эмиграция? Да, может быть. Может быть тяжелее? Ну, куда уж тяжелее? Ну, наверное, может. Будут ли пути эмиграции? Да, пути эмиграции будут, они были, есть и будут всегда. Но вам нужен контроль за ситуацией, и поэтому, дорогие друзья, ничего страшного не происходит. Все, что происходит, это просто события, просто изменение обстановки, ченчил, все констенсис, как говорят. И самое главное, это приехать сюда и останетесь. Останетесь, хотя, ну, знаете, не будет это легко, но будет интересно. Спасибо.